Поехали! Да, представляете, как вас зовут? Можно? Да, да, да. Махмар кто-нибудь? Ховорите сюда, как вас зовут. Можно. Я Радин Юрий Евгеньевич, 1919 года рождения, 7 октября. Таким образом, через 4 месяца мне исполняется 92 бурика. Моя военная карьера сложилась следующим образом. Я был на пятом курсе института железнодорожного транспорта МАМИИТа. На пятом курсе, когда началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года. И в первых же буквально дней войны мы, я и еще трое моих товарищей, один из них, мы же с ним, Володя Мандрыжевский, жили все время в одной комнате, решили идти на фронт добровольцами. Подготовка у нас была солидная для того, чтобы вести боевые действия с противником. Дело в том, что в институте имелась военная кафедра. И выдавая нам диплом инженера, одновременно присваивалось звание лейтенанта с включением военного билета. Кроме того, мы с Володей Мандрыжевским занимались профессионально стрельковым спортом. Я даже кончил полный курс снайперской школы со всеми видами необходимых стрельб, наблюдений и прочее. И мы по наивности своей сразу двинулись в военкомат. А нас оттуда отворот-поворот. И говорят, у железнодорожников государственная бронь. И поэтому мы вас не можем отпустить и выполнить ваши желания. Что делать? И вскоре в печать появилось обращение Центрального квалификационного комсомола к комсомольцам страны с призывом идти на работу политработниками. Честно говоря, конечно, политработники из нас. Уж я не знаю, какие были. Но комсомольцам никогда я этими делами не занимался. Вы уже, наверное, поняли мое увлечение. Кстати, еще после первого курса, за первый курс обучения, я прошел, закончил автошколу. И летом проходил еще стажировку, чтобы получить водителя-профессионала. Таким образом, я в данный момент являюсь единственным представителем водителей, автоводителей, которые имеют удостоверение октября 1938 года, то есть 72 года назад. Сейчас даже близко нет ни одного живого, ни оставшегося водителя с этого срока. Разрыв в 16 лет. Но это, так сказать, дополнительные данные. Кстати, могли быть всегда полезны и на фронте. Но раз мы подумали, решили идти, не идти, какая разница, с кем идти, лишь попасть на фронте. Поэтому мы решили, пойдем политработники. Быстренько нас сразу через горком комсомола, Мосгорвоенкомат, оформили, защитили нас курсантами военно-политической академии имени Ленина. В то время курсанты проходили службу, учебу в летних лагерях в Кубинке. Ну, пробовали там мы две недели, кончим у нас пытались научить. Ну, чему можно научить за две недели? Тем более, многое уделяли внимание, никому не нужны. Шадистики, понимаете, строим шагом и прочее. Короче говоря, вскоре ночь у нас подъяли по тревоге, и начальник лагерного сбора произнес героическую речь. Сказал, страна требует и ждет вашего участия на фронте. Будете вы воевать там, где в свое время Александр Невский победил, громил и разгромил ледяное побоище, известный исторический факт, на Чудцовском озере. Ну, а дальше все пошло, как пописано. Нас отдали, выдали полностью обмонтирование, боевое оружие, боевой комплект патронов, каски. Ну, все, одним словом, по полному объему. И нас на машины, электричка, электричка нас быстренько довезла к утру в Москву. В Москву мы быстренько успели позвонить своим товарищам в институт, что вот через 2-3 часа мы такой-то платформы воинской, выезжаем на фронт. Наши пришли провожать друзья, девушки, знакомые. Вот, ну, пожелали нам добрых успехов на фронте. И мы поехали к месту назначения. Мы оказались в 183-й дивизии, здесь в 32-м полку. Дивизия располагалась в Торжке. Это город немного западнее, ну, близко сравнительно от Москвы. Наверное, вы их можете представлять. Там находились остатки этой дивизии, которая прошла и приняла на себя первый бой в Прибалдске. Потеряла почти там весь личный состав и вооружение. И очень небольшое количество бойцов удалось им принести знамя дивизии. И дивизия находилась на переформировании. Ну, как-то тут быстро процесс пошел. Мы быстренько убедились, что, конечно, положение у нас с вооружением, с пополнением Аховское. Нам значительную часть пополнения пришляли из Средней Азии. Ну, хорошие люди, им там под 40, мы считали их дедами, ну, молодые мальчишки, фактически, там, 21 год. Вот. Но беда в том, что они, из них 70% не знали и не понимали русского языка. Вы можете себе представить? Ну, что делать? В отношении вооружения дело еще хуже оказалось. Стали выдавать бывшие учебные винтовки. Ну, учебная винтовка от боевой отличается тем, что казенная часть, куда закладывается патрон, рассверливается тем, чтобы нельзя было сделать выстрел. На то она и учебная. Причем, винтовки эти, образца 1893 года, они сильно изношены, нарезаны, ствола стерты. Но русский человек сметлив, значит, что придумали, сделали коническую нарезку, конические шурупы, закрутили. В винтовке можно стрелять. Куда только и как, это уже вопрос другой. Мы шутили, поскольку там никакой надежды попасть в цель, нет, мы шутили, что с этой винтовкой можно стрелять, нужно стрелять, из-за угла. Ну, это романтика. А дальше начинается суровый жиль. Вскоре жиль. Мы получили приказ командира дивизии, а дальше командира полка и так далее. Батальон дошел до нас. И что, в таком-то числа, в такое-то время, после проведения артобстрела в нашей области, мы пойдем брать высоту в деревне Лужа, где засел противник. Так как селенки наши явно были слабенькими, а против нас воевала элитная гитлеровская дивизия. Мы, наверное, слышали, дивизия СС, мертвые голова. Да, слышали, наверное. Вот. Вооруженные дозубов. У всех автоматы. Многие имели ручные переносные шестерки. Это ручные минометы. Вот. Которые, конечно, обладали очень большой силой огня. И так, чтобы мы понимали, если ООН начнет на нас наступать, мы выдержать оборону вот на этом участке, где мы находились, и где мы обязаны были защищать любыми средствами и ни шага назад, не выдержим. Поэтому было принято к действию так называемой активной обороны. Что это представляет? А представляет вот что. Что не они, а мы ранним утром, вот, как я вам сказал, после первого зала, обеспечивающего нам как-то, вот, ну, что ли, выход туда на боевое задание, и не даем им там возможности выспаться тут. А немцы ночью не любили воевать. Они обычно располагались на домах, ухата, там курочку туда-сюда, где-то им там готовили, ну, короче говоря, культ. Ели шоколад и вот так вот спали спокойно. Нам пришлось их в покой нарушить. Мы уже подходили к этой высотке. Лужа – это старинная русская деревня, скорее всего, село. Там храм на высоте, это уже говорит, что это солидное село. И на горочке стоит двухэтажное кертичное здание, это мельница, которая дает возможность нам, им, немцам, видеть, как на ладони, как мы подходим, как мы действуем. А нам спрятаться в местности, в голове есть, в кусте, никакого этого нет. Поэтому приходится, ну, прижиматься к земле и потихоньку подходить к земле. На определенном рубеже мы начинаем поить все орудия наших учебных винтовок. Шуму много, а толку, конечно, небольшое. Но какой мог быть толк от такого соотношения сил и средств? Но нам-то важно было их вызвать и, так сказать, разозлить, так что ли сказать. Эту задачу мы выполняли. Два слова я хочу сказать о страхе. Существует разное понятие страха. Вот говорят, есть люди бесстрашные, а люди есть, которые боятся трусливых. Это не совсем правильно. Страх – это категория физиологическая. Нет человека без страха. Но разница в том, что один человек может, в силу определенных обстоятельств, необходимых, скажем, в выполнении приказа, преодолеть. А другой не может. И он становится, ну, малополезным для боя, а в худшем случае может оказаться и предателем. Что испытывал я? Я к тому времени, значит, был замполитру коротой. Первый бой. Идешь. Неизвестно, что такое. Одно дело школы, другое дело реальной жизни. Не то, что страшно, но какое-то необыкновенное новое чувство в тебе, волнение. А в голове одна мысль – выполнить приказ и по возможности как-то сохранить состав личный. Ну, когда уже мы пошли в атаку, здесь думать было нечего. Все уже, как говорится, переволновалось. И как будто открылось второе дыхание. Пошли, скрикнули «Ура!» туда. Открыли кольбу, выполнили задание и постепенно стали опять отходить назад. Собственно, в этом и было наше основное задание. Ну, что еще можно сказать? Так примерно продолжалось. Ну, мы там попали туда вот с расчетом, понимаете, пока там нас могли оформить на фронт, пока там две недели в это. Мы практически оказались где-то там числа 10 июля, на фронте. Ну, пока там формировалась наша дивизия, значит, наш полк и рота. Это где-то уже среди на июля. Ну, а потом все как по заведенному. Иногда день-два, вернее, сутки-двое нам командовали дивизии, там полка дает отдыха, а потом обед все по-другому. Ну, как вам сказать? Вы понимаете, человек, существо такое, привыкает к любым условиям. Тем более на фронте. На фронте все ясно. Человек, находящийся на фронте или участвующий в боях, вообще говоря, он, не хочу произносить слово обречен, но подвержен постоянной колоссальной опасности. И вероятность погибнуть или как минимум быть раненым, конечно, очень велика. Но об этом не приходится думать, потому что есть вещи возможные, есть вещи неизбежные. Все-таки надо верить в службу больше понятий возможностей. И вот, пока образовался, скажем, перерывчик в убедении боя, ну, мы там проводили соответствующую работу с солдатами, с этими. Следует сказать, что политработники в то время составляли, как бы вам сказать, укрепляли костяк армии и подразделения. Политработник отвечал не только за боевое состояние и дух. Ну, в роте, там, по вкусам комиссара и так далее, членов Совета. А они отвечали за командира. Понимаете? За командира, за его действия. Мало того же за себя. Их хватает. Вот так приходилось начинать свои боевые действия. Вскоре командира роты ранила. Никаких приказов, никаких там, ничего нет, не издавал. И все там было не то-то. Я очень просто беру командование на себя в течение всего. Таким образом я стал командиром роты. Ну, от этого никому не легче, не лучше. Мне тем более, потому что я вроде бы как еще и все функции должен исполнить. То есть в одной, в одной две функции. Трудности, конечно, были большие. Я вам честно скажу. Вы знаете, вот такие бои, вот о которых я вам рассказывала, они продолжались июля, август, сентября. Особо немец не проявлял особенностей. Но потом стал давать нам такого звона, что нам становилось очень жарко. Что касается нашего быта, ведь вы понимаете, человек на фронте не только воюет, он же и живет своей очень специфической жизнью. Понимаете? Нет, бой какой бы он ни был, затяжелый и тяжелый, все равно когда-то кончается. А остальное время, сутки двое, иногда трое. Он живет, существует, ему нужно кушать, пить, есть, отдохнуть как-то, ну, как-то мыслями собраться и прочее. И вот мы оказались в большой сложности. Оказалось, вот, до уже крутой осени. Кстати, 41-й год, война, война когда началась, вот, был такой, что осень и зима наступила очень рада, очень суровая. Ну, друзья мои, я не потяну, а скажу сейчас. А днем холодно, идет страшный дождь. В роте ничего, никакой защиты нет, ни кустика, ничего. Окопы полны воды. Дождь идет, промокает шинель, промокает одежда, на которой не близко так касается тела человека. Вот. Ночью начинается легкий морозец. Там 2-3 градуса. Это достаточно, чтобы мы к утру превратились в ледышку. Ни руку разогнуть нельзя, ничего. А спать хочется. Курить я, потому что маскировка нарушается. А это тоже молодые, ребят? Это был спрос, и я был третьим требователем. Иначе нельзя. Пожалеешь, потом погибнет человек. И ты будешь морально отвечать. Так никто там и не спросит за потери. Вот. Как мы ночь проводили? Вот стоишь и чувствуешь, начинает себя клонить. Вот начинался, опять постоялся, опять. Мы называли этот сон пунктирным. А дальше, вот я вам говорю, до утра уже, к утру становится вся вот эта штука. Тут как-то немножко разломаешь, лукова, труда, сюда, лу-ла-ла-ла-ла-ла, естественно. Вот. Но ничего. И еще одно дело я хотел подчеркнуть. У нас очень было плохое снабжение. Мы за все время, вот несколько месяцев, осенью, ни разу не видели армейской кухни. Так широко рекламируемой. Я даже вот как-то сейчас вспоминаю, думаю, как же это так получается? И как мы жили? Оказывается, мы жили очень просто. Нам давали сухие пайки в мешочках, американские галеты, сухари, консервные баночки. Единственное, что у нас было в достатке, это горилка. Поскольку, а старшина у меня был очень такой поборотливый, обратный, получает так называемые боевые 100 грамм с роту по списку, а идут потери. Поэтому на каждую приходится уже не по 100 грамм, а по 150, а то и по 200. Нас это спасает. И тем не менее, вот несмотря на такие условия жизни и боя, за все время, вот, когда я был на фронте, я не видел ни одного человека, который бы заболел, простудился, кашлял, или, извините за выражение, у него тут это самое, ничего подобного не было. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека есть скрытые возможности сопротивления любым неподходящим для нормальной жизни условиям, но в силу определенных обязанностей и условий в руках, они вот оказываются такими сопротивляющимися различными заболеваниями. Ну, ладно, нужно здоровиться. Ну, а что еще можно сказать? Наверное, надо идти ближе уже как-то к закруглению, потому что я вас, наверное, уже утомил. Вот. Что получается? Получается вот что. Немцы начали проявлять активность. И когда нам очень сильно уже было, мягко говоря, не по себе, и мы боялись, как говорят, не дай бог, потерять свою линию фронта, а приказ был не шагу назад, а сзади были части МВД, которые, если бы кто-то попытался податься в тыл, расстреливали сразу. Ну, был приказ Сталин. Так он не верится. Вот. Слава богу, у нас не было таких. В роте покроения. Это я был уверен. Стало ясно, когда Жуков стал оказывать противодействие уже немцам вблизи, фактически городу. Вы знаете, подходили уже прямо когда Москву можно было глазами наблюдать, уже правильной Москвой. Вот. Немцы, по данным разведки, получили задание, что наша дивизия должна пойти, оставить эти ружи, пойти, перерезать линию Москва-Ленинград и выйти на... Это немцы хотели выйти вот так, перерезать линию, чтобы на Москву идти уже с востока, с юго-востока, а на Ленинград с северо-востока. И тем самым создать лучшие условия для быстрейшего, для, наоборот, задержки, полной блокады Ленинграда. И вот здесь, конечно, мы оказывались в очень тяжелом положении. В таком случае нам помогали Катюши. Приезжало обычно две машины РСовские с реактивными снарядами. Они находились за линией фронта, там несколько... Давали залп по немцам. После этого там было у немцев море огня. Там поджаривались они, как на сковородке. И там несколько дней они не могли, честно говоря, прийти все. Ну, а потом опять все уже проходят. Там тоже командир, там тоже требуют свои задачи. У каждого свои задачи. И стали бои очень-очень сильные. И уже, когда меня ранило, а я сейчас об этом уже подхожу к этому моменту, то мне было известно, что фактически нашу ревизию и нашу, естественно, 232-й стрелковую полу, не стали ни заменять, ни выполнять. И, видимо, в свое время командование решило пожертвовать этой военной части. А что удивительно? Вы знаете, за этот период я видел своими глазами горы, горы погибших наших бойцов. Немцев там, а я не имею, наши бойцы. Первое время это было ужасно. Ну, опять человек привыкает. Ну, что делать? Ну, что мы, я лично командировал, что я мог противопоставить такой силе? Боль сердечная. Жить и воевать надо. И вот в одном из боев, как всегда, опять-таки мы должны были немножко наступать, все-таки, в одном из боев меня, я приподнялся, чтобы сделать перебежку. Три пули прошили. Две пули шиней, одна, вот, левый плечевой сустав. Одна пуля прошла вот так, не задев сердце, на одном сантиметре, и прослелилась шинелья за основу. Вторая разбила сустав и вырвала вот сзади, там, кусок мяса вот с кулак примерно, разрывная пуля. И еще одна пуля, вот, опять не задев, ну, это уже третья. Видимо, какая-то часть очереди, так было бы, ну, чуть вправо бы, было бы, как говорят, со святыми угрыжами. Ну, солдат сразу туда-сюда, пакеты, санитарные все, запинтовали, перебинтовали, вот так все, что можно, и жгут, вот, кровь не текла, привязали руку, вот так вот сюда перебинтовали, потому что она сразу, уже болталась, ну, как. Ну, а что, и никуда податься нужно, и бросить нельзя, и назад нельзя, нет, и нельзя, и не можно. Вот прошло какое-то время, шла пальба. Потом немцы начали обстрелы с этих вот шеститерок, мы называли, шостерок. Это шестиствольные минометы. Калибр там не очень большой. Три сантиметра. Но, когда идет такой сплошной огонь, несколько ракет, свалить их. Грохот страшный. Одна из таких ракет оказалась, не очень разорвалась, не очень далеко от меня. Меня подбросило примерно метра на полтора, может быть, больше. Я потом в силу у нее тонутского притяжения и земли шарапнула в землю. Не могу понять. Такое впечатление, что нога моя онемела. Я даже не знал, думал, что при падении зашипнул. но взрывная волна мне стоила очень дорого. Я сразу потерял слух на 80%. до сих пор это моя беда сохранилась на всю оставшуюся жизнь. Чувствуйте? Это не шум. Это крупные недостатки. Все попытки как-то вернуть ничего. Никакие-то приборы. у меня их несколько валяются. Ни наши, ни отечественные, ни фирмы там, и настраданные. Валяются стук пять. Ничего. Там где-то, чего-то, там телевизор посмотрел, а там реально ничего. Ничего. Ну, а дальше, а дальше, чего дальше? Дальше вдруг, вот как раз в разгар этого боя, когда мы уже теряли возможности, были, много, так посмотрел, было много убитых, раненых. Очень мало осталось, несколько от рота, но может десятка, два человек не ранены. И вдруг откуда-то появились от нашего из тыла сюда два танка Т-34. И стало на них, на немцев, здорово, из пушек, так бачу называется. Немцы перестали стрелять. Наши танки куда-то пошли вглубь, я уже не знаю, уже было, честно говоря, не те проблемы. Мы осмотрелись уже, осень, уже темнеет быстро, поэтому мы стали думать, как нам быть. Я посчитал, кто может идти самостоятельно, там, ну, так я. Кто из раненых может идти, посчитать. Значит, говорим, мы, кто может идти, опираясь на оружие, помогая другие товарищи, бойцы будут помогать, идем в тыл. Тяжело раненые остаются, за ними позже, с наступлением полной темноты, придут и заберут их санитарей. Ну, убитых это уже проблема иного порядка. Вот таким образом я оказался на сборном пункте, где раненые собирались. Я пытался в палатке хирургической, а когда посмотрел, сидят люди, ждут, которые потеряли ногу, они ровно. Ну, куда я думал? Ну, тут завязали меня, тут я думал, зашит ногу и рядышком полянка такая, вот примерно метров 15 на 15 брезентом выложили. Вот собирались раненые для того, чтобы дальше можно было их отправить в сначала в болевой госпиталь, потом переезжали в такой госпиталь перевалочный, вот, ну, а дальше вообще потом ну, это вот я писал в газетах так начиналась война, потому что все невозможно рассказать про всю жизнь, а дальше, а дальше госпиталь без малого года, вторая группа инвалидности, а потом защитил диплом, вернулся в институт, был эвакуирован в Томск, вернулся в Томск, принимал участие в проведении очень важных испытаний паровозов экономических паровозов, под руководством профессора академика Сороляйки, который, кстати, был, не только реакцией нам читал, но был моим научным руководителем по дипломному проекту. Мы там на Томской дороге проводили и пытали разработку реконструкцию, ну, а потом в 43-м году, когда уже там противник здорово патист, институт наш вернулся в Москву, там я изучил диплом, меня оставляли в аспиратуре как успешного студента, а я в это время оказался мне дали сталинскую степень 150 рублей, так заварили там счёт 40 рублей степень 150 рублей, а ведро картошки на рынке стоило 800 в Томске. Ну, и я работал по совместительству преподавателем на военной кафедре, вот, в своём жизни на полустынки. сделала диплом, стаж трудовой полтора год заработал, но дальше пошла уже госпиталь, другое, вернулись в Москву, защитил диплом и направили меня в министерство путин сообщения. Там я работал инженером-конструктором, потом меня секретарь порткома высмотрел, что я работником были, политработником, а время военное. Ну, говорит, Юрий Евгеньевич, поработаешь у нас военным работником порткома, всего порткома, который отвечает за всеобщее военное образование, все без исключения от 18 до 40 лет, кроме министра и замминистра, все начальники Главского, Антенов и прочие мужчины. Охрана и работоспособность спецобъектов. Ну, и связь с прифронтовыми дорогами, вот такая политическая. Вот так я там проработал до конца войны. Первую получил в феврале 1945 года военное время еще награду главную награду после почесного железнодорожника моя первая награда оказалась. а дальше там пошла война. Кончилась война. Старь порткома говорит, ну, Юра, теперь ты поработаешь секретарем комитета комсомолова министерства. Ты же политработик был. Ну, я говорю, я молодой специалист, вы меня сорвали. Ну, война была. Ну, сейчас-то ничего-ничего-ничего-никуда у тебя не уйдет. Ну, подумаешь, годик там проработал. Ну, вот, я там полтора года проработал. Освобожденный, там, больше тысячи комсомолий, 30 первичных организаций, самый разнообразный состав, секретарей, машинисток, инженеров, специалистов, конструкторов, там, все же, отработал. А потом секретарь партком пошел первым секретарем райкома партии железнодорожного. И говорит, ну, а теперь, Юра, ты поработаешь первым секретарем железнодорожного райкома самому. Я говорю, добрый день, кто он? И говорит, я же совсем потеряю все, что получил в институте. Пошел, а это номенклатура, бюро, горком партнера. Я вначале не соглашался. А, говорит, ну, ладно, иди тогда подумай, пока я пришел туда, меняет Орожов в первом секретарем комплексе. Я себе, да это тебе оказывает доверие, да ты, да я себе. Пойдешь завтра опять. Вот так вот пошел. Там уже не заведующая делом, а уже заместитель делом. Ну, как, Юрий Евгеньевич, готов выполнять любое задание партии. Ну, кто-то и сказал мне фразу, назвался Груздем, полезай в кузов. Вот так в моей книге, которую я закончил недавно, серьезной работенкой, даже есть такой параграф. Назвался Груздем, полезай в кузов. Ну, а дальше с трудом мне пришлось все-таки оставить комсомольскую работу, сдать экзамен в аспирантуру в районе научно-исследовательского института линоборожного транспорта в НИИШ. Сдал экзамены, защитил через три года диссертацию и дальше занимался фактически выполнением специальных видов исследований. так уже от войны активной к войне пассивной на перспективу защиты. Вот так я работал. В середине 60-х годов вышло постановление правительства о повышении обороны страны. Это начало было, вы наверное знаете, когда Черчилль выступил в футболе так как начало считают холодной войны бывших союзников по борьбе с Гитлером. И американский пентагог стал готовить и стало известно нашим различные варианты ядерного нападения на нашу страну. Значит надо было разработать какие-то найти решения в какой-то мере чтобы мы могли сохранить или по крайней мере обеспечить в какой-то степени функционирование в различных отраслях хозяйства в результате или после вот 15 лет на это ушло вот я мне выпила и честь я не хочу словом называть счастье потому что это не несчастье это наверное счастье когда оказано высочайшее доверие и высочайшее мы сами понимаем необходимость для страны а транспорт это все это образующий отрасль без которого никакая отрасль не может работать снабжение отрасли топливом материалы там электроэнергии дальше продукции вывоз продукции туда-сюда да сам по себе транспорт это махина колоссальная это 100 тысяч километров протяженных путей это 2,5 тысячи мостовых переходов крупных рек около полутора тысяч тоннелей это более миллиона подвижного состава грузового пассажирского около 800 тысяч локомотивов разных типов пассажирских грузовых маневров это только дальше локомотивное депо вагонное депо все это хозяйство сигнализация связь и сам только транспорт у себя имел еще 50 заводов редко ни одна отрасль не имела у себя такое количество заводов а они были по ремонту вагонов по ремонту локомотивов по производству запчастей по производству стрелочных переводов рельсы нам поставляли стрелочные переводы никто не умел делать вот ну и вся ремонтная база там вся техника была 15 лет работы вот мне пришлось возглавить коллектив не административный коллектив ну как сказать единомышленников по необходимости которыми мне пришлось руководить организационно научно теоретически исследованием исследовать такая работа была выполнена проходила она под строгим контролем военно-промышленной комиссии совета министров каждый год мы докладывали о ходе сроках качества работы в общем потом доложили итоговый получился конфути совет министров должен был заслушать окончательный доклад о выполнении задания ну кто должен делать ну наверное кто-то из руководителя министров путей сообщения ну как минимум как минимум ну наверное директор института хотя бы но не те ни одни ни другие ни бум-бум понятия не имели что мы кто должен вы делали вы руководили и дети докладывайте и вот я докладывал в главе правительства об этих исследований исследований приняли отметили нашу очень хорошую работу одобрили приняли постановление принять широко кедрение на этом поводу институт по тем сообщения мне грамот не спокойно это грамота с точки зрения наградных качеств два нуля ну даже три нуля единственное что там ценное что написано награждается за успешное выполнение исследований пожелать нашей молодежи напоследок что бы вы хотели пожелать нашей молодежи напоследок кому пожелать молодежи нашей это последняя 25 глава моей книги будущее принадлежит молодежи молодежь это наша смена молодежь это перспектива развития нашего государства она наиболее восприимчива ко всем новшествам к исследованиям к оценочным процессам но иногда надо оказывать ей соответствующую помощь руководство разумное конечно не подавляя инициативу готовить себя к тому что брать на свои плечи прямо скажем ну смотря по возрасту уже совсем недалекое время когда это надо на себя брать готовить быть специалистами ну я уже не говорю патриотами свои страны что может еще быть молодежь я за молодежь отлично я очень много и часто я стоял на пороге создания ветеранских организаций строю а вы знаете кто где зародилось это самое движение ветеранское в комсомоле в москве мы как-то секретарей послевоенного периода это там не для разговора потому что это тоже собрались как-то секретарей райкома первой москвы комсомола собрались повстречаться поговорить военных первых послевоенных лет но и потом решили давайте пойдем цветы положим на могиле через год еще раз собрались и говорили слушайте а что мы как-то вот случай от случаев давайте мы договоримся что мы будем эту встречу проводить ежегодно 9 мая и все а еще на следующий год по предложению многих нас в том числе в бюро горком комсомола приняло решение о создании совета ветеранов московского комсомола председателем выбрали ну по существу старушку бывшего члена партии 17-го года и члена секретаря российского союза молодежи раньше назывался комсомол в 18-м году а она уговорила меня индюка быть первым заместителем ее по оргоработке а она бедная уже не ходить то не могла поэтому приходилось с ней общаться у нее на квартире и всю работу смотрите на меня а я занимался вот той работой которой я вот то что сказал причем работа которая я могу точно сказать за 90 лет существования института потом 90 лет позапрошлым отметил нижних не было и уверен не будет ни по масштабу и объем ни по новизне и до того того что надо для решения проблем идти и знать совершенно новые отрасли науки в том числе я верну и против и я уже не говорю о колоссальной ответственности не было и я говорю еще уверен не бухте и вот мы ну а дальше так шло со мной так как это как след хвостик все время шла ветеранская работа потом в 1987 году в горком партии создал совет ветеранов войны и труда который сейчас существует городской совет на Ленинградском шоссе дома 7 там где фабрика большевики я вошел туда первого первого создава ну а дальше и дальше так оно и дело потом стало начало будучи членом городского совета курировал свою таганку я здесь жил вот ну а дальше были вы наверное знаете новый порядок выборов на альтернативной основе я замучил вот так вот будете знать с кем связываться вот так вот был членом городской бюджетной комиссии и потом после освободился думаю ну все и уговорили меня поработать в всероссийском совете ветеран войны труда вооруженных сил прохранительных органов 17 лет я сейчас работаю получил две высших награды получил звание почетный ветеран России таких пять человек в Москве ну а дальше там у меня 20 орденов и медалей боевых и фронтовых ну что еще хватит спасибо за победу спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...